Всем привет! Меня зовут Женя. Мы с вами находимся на территории Московского училища Олимпийского резерва номер 1. Здесь сейчас готовится юношеская сборная по вольной борьбе. И я вам предлагаю заглянуть за кулисья и посмотреть, как же все-таки готовятся будущие чемпионы. Утро раннее и, безусловно, сонное. Обязательно стакан воды, суета в коридорах и бегом на построение. Восемь уже стоишь по стойке смирно, но ребятам кажется, в кайф приходить пораньше. Зарядка только на свежем воздухе. Измайловский парк прямо через улицу. Работаем, ребята! Что за работа у вас? Три секунды осталось. Живее, да, живее, проснулись. Вот, короче, наш брат. Провожаем нашего брата. Счастливой дороги тебя, Ахмад. Спасибо. А вы расскажи, как выгнали Галаева? Из-за чего? Из-за чего выгнали его? А, ты не знаешь? Выгнали. Хотел выйти из базы, но, как ты знаешь, нас не выпускают, и его тренера наказали. Дисциплина у ребят на первом месте, поэтому перед завтраком не меньше 5000 шагов. Считают по мобильному приложению. Следом растяжка и силовые упражнения. Все, с весом нормально все? Да, с весом все хорошо у нас. И питание так спортивное, без лишнего. Питание действительно без лишнего. Шоколадку можно раз в неделю. Но спортсменам простых углеводов и не хочется. А все потому, что питание в столовое училище максимально сбалансировано по уровню физической нагрузки. Болцов мы кормим усиленно. У них больше белков, то есть это яйца. Рыба обязательно. Курица вареная. Мясо вареное. Потом углеводы, жиры. Творок, орехи, молочные продукты обязательно. Небольшой перерыв и снова за работу. В 11.30 уже на ковре. Вечером пройдут контрольные схватки. Борцу нужно все. Выносливость, скорость, ловкость, сила и умение действовать в экстремальных ситуациях. Конкуренция у нас очень высокая. Это в первую очередь сборная Америки, где вольная борьба очень популярна и очень массово занимается этим видом спорта. И практически в каджем, в школе, в колледже есть секция вольной борьбы. У нас хорошие традиции есть, которые всегда наши вольники при Советском Союзе лидировали. И наша задача, конечно, сохранять те традиции и приумножать, учитывая то, что сейчас и современная борьба становится динамичнее. Яркую борьбу наши борцы и российские показывают на международных соревнованиях. И, конечно, человек, когда имеет большой арсенал техники и плюс он идет все время в борьбу, ну, противостоять таким, ну, тяжело бывает. В распоряжении борцов новый тренажерный зал, футбольное поле на свежем воздухе, парк и четыре борцовских ковра. Кроме всего прочего, в училище, оказывается, есть своя сауна. И ребята после тренировки в определенные часы могут прийти и действительно здесь попариться. По-моему, это очень кайфовая тема. Коллектив учились делать все возможное, чтобы эти сборы прошли на самом высоком уровне. Чтобы ребята, я повторюсь, чувствовали себя как дома и у них не было никаких проблем с бытом, с питанием, с проживанием. Они были только сконцентрированы на спортивной составляющей. В 17 дней напряженной работы позади. Осталось объявить, кому же предстоит защищать честь России на первенстве мира во всех весовых категориях. 45 килограмм у нас съедет машина. Едут за победой, а тут уже кто в одиночку, кто с поддержкой близких. Кто поддерживает больше всего тебя? Мама, конечно, поддерживает. Болеет ли меня? Что самое главное в больной борьбе? Больная борьба характер для меня. Хочу передать привет своей девушке. Я по ней очень сильно скучаю. Юля, привет, я тебя очень сильно люблю, и скоро увидимся. КОНЕЦ